Болгария является одним из главных направлений для курортного отдыха в Европе. Помимо классического морского и горнолыжного отдыха, страна также способна порадовать туристов своими термальными курортами. В Болгарии расположено более 700 минеральных источников, вода в которых отличается по температуре, свойствам и химическому составу. Фракийцы первыми открыли лечебные свойства этих вод и активно строили свои города возле источников. Впоследствии их практику переняли и римляне. Так были созданы такие города, как София, Хесарь, Сандански, Юстендил и другие. Минеральные воды использовались как для лечения различных заболеваний, так и для общего оздоровления и поддержания хорошей физической формы. В наши дни минеральная вода продолжает дарить свои целебные и укрепляющие свойства всем желающим в современных спа-санаториях и курортах. Сегодня мы рассмотрим самые главные минеральные курорты Болгарии. Сравним их и выберем, какой курорт лучше всего подходит именно для вашего отдыха. Про большую часть курортов я расскажу бегло, но в самое интересное обязательно загляну на Подольфе, чтобы хорошенько протестировать лечебную водичку и понежиться в горячих водах ее источников. Да-да, акцент в этом видео мы сделаем именно на термальных водах. Минеральная водичка это всегда хорошо, но когда эта водичка еще и подогревается недрами земли, то посещать такие курорты втройне приятнее. Тем более, если отпуск приходится не на летний период. Поехали! Одним из самых главных термальных курортов страны, пожалуй, является Велинград. Он же по совместительству неофициальная спа-столица Болгарии. Велинград это небольшой городок с населением всего 25 тысяч человек, расположенный в Родобских горах. Здесь припрятано порядка 80 различных источников, температура которых колеблется от 28 до 91 градуса по Цельсию. Туристам доступны минеральные бассейны, пляжи, спа-отели и даже полноценные современные спа-центры. Здесь же разместился самый большой карстовый источник Болгарии – клептуза. Его расход составляет до 1200 литров в секунду. Источник подпитывает два теплых искусственных озера. Для туристов на озерах обустроено несколько развлечений. Пожалуй, самое популярное из них – прокат прогулочных катамаранов. Минеральная вода в Велинграде оказывает благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и улучшает состояние при различных заболеваниях, таких как неврологические расстройства, гипертоническая болезнь, гинекологические проблемы, почечно-урологические заболевания, респираторные заболевания и желудочно-кишечные расстройства. В общем, если верить прескурантам, то лечит буквально от всего. Вторым по значимости больниологическим курортом, пожалуй, является Санданский. Этот город припрятался в юго-западной части Болгарии, из-за чего выгодно отличается от многих остальных курортов теплым климатом с влиянием среднеземноморской погоды. Добавьте к этому несколько десятков термальных источников и получите настоящий природный оздоровительный джекпот. Такая комбинация оказывает благоприятное воздействие на здоровье при самых различных заболеваниях. Кроме того, Санданский богат историческими достопримечательностями и, по легендам, именно здесь родился фракийский герой Спартак, который стал лидером крупнейшего восстания рабов против Римской империи. Ну а если вам по душе комбинировать оздоровительный отдых с осмотром древнеримских достопримечательностей, то обязательно загляните в город Хесария, который притаился всего в 40 километрах от второго по размерам города Болгарии – Пловдива. Старый город обнесен величественной 13-метровой стеной, за которой припрятано множество отелей с оборудованными спа-залами и термальными бассейнами. А еще в городе найдется и большой термальный комплекс – Терми де Хесар. Заведение крутое, но, как и большинство других упомянутых заведений, его открытая часть доступна туристу лишь в теплое время года. Про Хесарию я, пожалуй, много рассказывать не стану, так как прокурорт уже успела снять полноценное большое видео. И если вам интересно здешняя водица и окружающее ее римское наследие, то обязательно посмотрите полноценный обзор города. Еще одним крупным бальнологичным центром является город Девин. Спа-курорт расположен в центральной части Родоп. Он также, как и остальные, широко известен своими целебными водами, берущими начало из подземных источников. Их температура колеблется от 16 до 72 градусов по Цельсию. Курорт профилирован для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, но многие выбирают его не только ради лечения, а как концепцию полноценного отдыха в горной местности. И это я перечислила только самые основные города. Но, по сути, подобных курортов в Болгарии просто пруд пруди. Шибкова, Чифлик, Баня, Выршец, Старосел и куча-куча других. Даже вот на морском побережье с легкостью найдутся неплохие термальные бассейны. Святой Константины Елена, Поморья, Албена, Варна. Это ведь не только морские курорты. Тут вполне реально будет и здоровье подправить в одном из спа-отелей. В Варне, кстати, термальный бассейн и вовсе бесплатный, находится прямо на общественной набережной. Водичка там, как полагается, теплющая, а потому можно спокойно барахтаться в ее водах, созерцая море даже в лютый мороз. Но разбирать отдельно каждый из этих курортов я не стану. А все потому, что большинство из них уж слишком специфические. Да, в Болгарии действительно очень много термальных источников, но большинство из них попросту недоступны массовому туристу. Как правило, водичка закована в бетон и выведена в бассейны частных отелей. Поэтому сравнение таких минеральных курортов по факту свелось бы к сравнению конкретных отелей и их ценовых категорий. Да и водичка, если честно, в большинстве из источников недостаточно горяча. Нет, летом и весной, конечно же, поплавать в таких бассейнах можно. А вот зимой придется ютиться в небольших крытых бассейнах, припрятанных в спа-зоне комплекса. Отели, проживание, закрытые бассейны и спа. Это, конечно же, все хорошо. Но иногда хочется чего-то иного. Хочется вырваться из дома на пару часиков в какой-нибудь открытый комплекс, полежать там на подводных лежаках, расслабиться и понаблюдать за тем, как в бурлящую воду опускаются белоснежные снежинки. Жалко, что нет в Болгарии большого термального комплекса наподобие термбухарест. Там-то уж точно можно поплавать не только летом. Хотя, стоп. Или есть. Парочка точно найдется. Может, не настолько помпезные, но зато куда более колоритные. Оба выбранные мной комплекса находятся недалеко от столицы. Но самое главное, в них можно легко купаться, даже если… На дворе зима и долгие прогулки становятся чуточку сложнее. Но я все-таки нашла, чтобы вам такого показать. Чтобы тепло и комфортно можно было проводить время зимой. Итак, предлагаю сегодня сравнить два термальных спа. И чтобы понежиться в первом нашем источнике, мы отправляемся в предгорье Рила, где находится небольшой сонный городок Сапарева баня. Да-да, мы здесь с вами уже бывали, но в прошлый раз я посещала городок как отправную точку для подъема в долину Семь Рильских озер. Сегодня же мы прибыли в город, чтобы детальнее познакомиться с целительной водой, которая и питает знаменитый болгарский гейзер. Сапарева баня – это бальнеологический курорт Болгарии, недалеко от Софии. Курорт довольно известный из-за своего горячего гейзера, который самый высокий в Европе. Ну да ладно, гейзеру мы еще обязательно вернемся. Давайте для начала разберемся, что это за зверь такой Сапарева баня и как сюда добраться. Доехать сюда несложно. Из столицы всего час езды на машине или полтора часа на рейсовом автобусе. 80 километров пути и вы на месте. Из горнолыжного курорта Банска ехать сюда тоже недалеко – 110 километров. А из Боровца и вовсе менее 40. Когда впервые зимой попадаешь в Сапареву баню, в глаза сразу бросается обилие дыма, стоящего над домами. Вот только в реальности это не дым, а пар. Пар от многочисленных источников и бассейнов. Лечение и реабилитация с использованием минеральных вод в Сапаревой бане имеют долгую историю, уходящую корнями еще во времена Римской империи. Считается, что именно здесь врачевались раненые воины после долгих сражений. Город обладает богатой историей и культурным наследием, но для туриста, разыскивающего полиологический отдых, самыми интересными объектами, пожалуй, станут открытый аквакомплекс, да уже упомянутый гейзер. Гейзер в Сапаревой бане – это самый бурный и один из самых доступных гейзеров в мире. В континентальной Европе другого такого просто не найдется. А еще, гейзер – один из самых горячих на планете. Его температура составляет нешуточные 104 градуса. Хоть бери и чай заваривай. Когда струя выстреливает вверх, ветер раздувает капельки и вокруг они доносятся. Хорошо, что сейчас зима, потому что летом, наверное, там можно было бы получить ожог. Высота водного столба составляет 18 метров, а бьет он с глубины 75 метров. Жители Сапаревой бани гордятся своим гейзером, который не без оснований считается крупнейшим достоянием региона. Поэтому вокруг природной достопримечательности община обустроила специальный парк с уголками для отдыха и прогулок, позволяющий людям наслаждаться природным чудом. В центре парка стоит металлическая конструкция, из которой каждые 5-6 минут, пританцовывая, вырывается обжигающая струя воды. Окутанный паром фонтан вызывает настоящий восторг у туристов. Падая, вода опускается в чашу, попутно распыляясь на миллиарды прозрачных капелек. А появился здесь гейзер так. В 1957 году при проведении гидрологических исследований на ошарашенных ученых из-под земли внезапно вырвался кипящий фонтан. Сначала источник бил просто так из-под земли. Красиво, конечно, но не очень безопасно. Когда городская администрация вконец подустала от жалоб ошпаренных туристов, то природное чудо решили слегка обуздать, заперев водную струю в металлическую композицию. Вокруг разбили небольшой, но уютный парк со скамеечками и разнообразными скульптурами. Ну а рядом для созерцания даже возвели полноценные трибуны. В парке можно прогуляться или просто отдохнуть. В выходные дни у трибун устраивают представления, а ночью здесь собирается молодежь, чтобы поглазеть на дивную композицию. Ну а чтобы вечером наше чудо было лучше видно, скульптуру дополнили цветной переливающейся подсветкой. Вышла, конечно, малость аляписта, но все равно довольно прикольно. В сравнении с гейзерами в других местах, болгарский, конечно, не такой дикий и эпичный, но все же не менее интересный и очень горячий. Местное население давно привыкло использовать температуру здешних вод. Например, в ней без проблем можно сварить на завтрак яйца. А что, как по мне, то прикольный лайфхак. В следующий раз на завтрак отправлюсь прямиком к гейзеру. Ну и само собой столь необузданную термальную мощь быстро приучились использовать и в оздоровительно-развлекательных целях. Так буквально в двух шагах от парка вырос герой нашего сегодняшнего видео – термальный комплекс Котвата. Котвата – это открытый термальный комплекс, ну или, как указано на вывеске заведения, полноценный акваклуб. В отличие от большинства других подобных заведений в Болгарии, Котвата – это не спа-отель, к которому приделали кое-как минеральный бассейн. Это полноценный развлекательно-оздоровительный комплекс. В вашем распоряжении 4 больших открытых минеральных бассейна, 3 гидромассажные ванны, 4 открытых джакузи, 3 детких бассейна, 2 кафе, чайная комната и даже полноценный водный скалодром. А вот отеля нет. Ну, точнее, почти нет. В реальности со стороны с дороги к акваклубу пристроен один отельчик – The Five Elements Medical Spa Hotel. Но, по факту, это совсем отдельное заведение, и к Котвате непосредственно отношения не имеет. Туристы, которые хотят провести в комплексе целый день, как правило, выбирают один из недорогих пансионатов неподалеку. В округе раскидана целая куча отелей и апартаментов, узкоспециализированных на посещение термального аквакомплекса. Хозяева предоставят вам жилье, завтрак, расписание работы комплекса и даже пляжные полотенца. В общем, все ради дорогого туриста и его досуга. Вход в комплекс расположен слева от входа в Five Elements. Оплачиваем входной билет и получаем взамен браслет и ключ от раздевалки. Дневной пропуск в открытые бассейны недорогой. В будние билет обойдется вам в 10 евро, а в выходные – 15. Детям в половину дешевле. Ну, и по традиции, есть еще вечерние скидки. Если вы, как и я, прибыли в комплекс зимой, то порекомендую дополнительно раскошелиться и заказать на входе халат. Шлепки и шапочку нужно приносить с собой, а в аренду они недоступны. В целом, все стандартно. Ну, почти все. За исключением раздевалок. Их тут аж 6 штук. Три мужские и три женские. И вот разбросаны они в разных концах комплекса. Поэтому на входе стоит заранее уточнить у администратора, где находится та раздевалка, от которой вам вручили заветный ключик. Первый бассейн, который мы увидим внутри – это классические минеральные. Зимой они не работают. Зона активна исключительно в теплое время года. И, судя по Фейсбуку, комплекса летом там довольно-таки весело. Правда, сейчас зима? Поэтому оперативно проскальзываем дальше, во вторую зону, где нас ожидают уже полноценные термальные купальни. Так, хватит болтать. Полезли уже в воду. Первое впечатление, конечно же, самое основное. Да. И я вам скажу, что впечатление – это крайне положительное. Насколько же круто зимой в мороз избавиться от громоздкой одежды и забраться в теплый минеральный бассейн? А если учесть еще тот момент, что попала я в комплекс прямиком с лыжного курорта, то легко можно понять мой щенячий восторг. Просто лепота. Лежишь и наслаждаешься прекрасными видами заснеженных гор и дикой природы. И написано, что нельзя, а никакие физические активности во время приема термоисточника. Нужно лечь и чилить. В общем, так мы и поступим. Ну а если жаждете не только искупаться, но и поправить здоровье, то рекомендую время от времени разбавлять поваляшки в больших бассейнах вылазками в джакузи. Вода в каждом малом бассейне разной температуры. Сбоку имеются предупреждающие таблички, чтобы вы, не дай бог, ничего не перепутали и не сварились с ненароком. Самый горячий термальный бассейн комплекса – вот эта зеленая зона в восточном стиле. Водичка здесь 42 градуса. В принципе, не очень много, но учтите, на дворе зима и минус 13. Поэтому, с учетом перекоса в 55 градусов, температура ощущается очень даже бодренько. Ну, может, чуточку и печет, но все равно рекомендую сюда забраться. А потом отсюда надо пойти и обязательно охладиться в холодную воду. Водичка приятная, но все же долго тут не посидишь. Минут через 20 начинаешь ощущать себя то ли вареным раком, то ли ингредиентом какого-то деликатесного супчика. Поэтому, будем выбираться и продолжим наш осмотр комплекса. Надо все бассейны попробовать и холодные тоже. Холодных бассейнов здесь несколько, поэтому вы легко сможете подобрать для себя тот, где водичка наиболее подходящей температуры. Правда, Настю мне сюда затянуть так и не удалось. Если о визите в горячий бассейн мы кое-как договорились, то вот за ледяную водицу никак. И зря. Мне, между прочим, очень даже понравилось. Я не хочу уезжать отсюда так душевно, по-домашнему. Кстати, о душевности. Если, попрыгав по купелям, вам захочется перевести дух, то можете заглянуть в местную чайную комнату, удовольствие бесплатное, а потому никак не повлияет на бюджет вашей поездки. Ну, а если душа требует чего-нибудь покрепче. Так, стоп, не та реплика. В общем, если желаете отведать чего-либо помимо чая, то милости просим заходить или, если пожелаете, заплывать в местное кафе. Заведение простенькое, но достаточно атмосферное. Внутри помещения находятся джакузи, несколько столиков и барная стойка. Пробираться приходится буквально на ощупь. И, кстати, карты в кафе не принимают, запасайтесь наличкой. Вот прям так уже и вижу, как все гости плавают в бассейнах со стопками купюр в купальниках. Ассортимент явств кафе, прямо таки скажем, не царский. Простенькая еда, классические напитки и вот по сути и все. А нет, там еще было мороженое. Холодное мороженое зимой лежа в горячем бассейне. Хм, месье знает толк в возвращениях. Ну, а еще в кафе найдется настоящий скалодром. Взрослым там, пожалуй, будет скучновато, высота все же не та, а вот детям самое оно. Девочкам же после удивительных напитков подавайте канат. Сразу видно, кто в школе физру прогуливал. Ну да ладно, спортом позанимались, выплываем наружу, чтобы еще немножечко поняшиться в волшебной минеральной водички. Ну, серьезно, на сайте написано, что там, типа, 20 минут надо выходить, 20 минут, потом надо выходить. Все дело в том, что минеральная вода хоть и полезная, но лишь в дозированном виде. Правда, я немного разговаривала с местными. В общем, водичка в местных бассейнах на самом деле не такая уж и вредная. Нефильтрованная минеральная вода в реальности уж слишком агрессивная штука для классической бассейной фурнитуры. Поэтому хозяевам приходится немножечко мухлевать. Я в сапаревой бане уже второй раз, поэтому есть чем сравнивать. В первой поездке в моем отеле был самый настоящий минеральный бассейн. Разница, должна признать, существенная. Источник вроде тот же, но вот вода совершенно другая. Там она намного мягче, пахнет сероводородом и даже цвет другой имеет. Минерала в воде столько, что кажется, как будто в ней растворили мел. Вот в том спа действительно долго не посидишь, а здесь все немножечко попсовей. Что поделать масс-маркет? Ради комфорта гостей водичка активно фильтруется. Поэтому можете смело парахтаться столько, сколько захотите. Ну а я нарушать правила не стану. Раз положено, то буду выходить. К тому же, снаружи имеется еще одна бесплатная развлекушка, которую я вам еще не показывала. Это сауны. Их тут несколько штук. И отгорожены они от основного комплекса полупрозрачной стеклянной стеной. Сидеть на теплых скамейках и наблюдать за тем, как остальные гости рысцой перебегают от одного теплого бассейна к другому – какое-то отдельное фетиш удовольствия. Ладно, нам уже скоро тоже пора убегать, а потому давайте на прощание еще разочек поплаваем. Смотри, на тебя смотрит Будда с бургером. Кстати, про жрать. Ой, то есть про трапезничать. На территории комплекса есть свой небольшой ресторан. Заведение в целом неплохое, но я хочу вам рассказать не про него. Мне после активного болгарского спаза хотелось чего-нибудь эдакого. Поэтому на перекус я отправилась в соседний национальный ресторан, который расположен напротив котваты. Заведение специализируется на блюдах гриль и национальной кухни. Как раз то, что нужно приезжему туристу. Деткам, само собой, подавай стейк и картошку фри. Ну, а мы решили отведать чего-нибудь из местных продуктов. Зеленый сезонный салат, густой таратор с изысканной подачей внутрисочного томата. Томленные в масле с картошечкой рильские грибочки. Ну, и, конечно же, жареную свежайшую форель из местной горной речушки с гарниром из вареного картофеля. В Балканских горах, помнится, я форель уже пробовала. А вот теперь дошли рученьки и до рильского представителя. Но все это я буду пробовать несколько позже. А пока оставим ароматные фантазии и вернемся назад в наш бассейн. Лучше термального источника зимой может быть только два термальных источника зимой. Ну, а сегодня мы в Коралле. Коралле. Это второй открытый термальный комплекс, про который я бы хотела рассказать вам сегодня. Помнится, я говорила вам, что для того, чтобы доехать в Котвату, вам понадобится потратить на дорогу из Софии целый час времени. Если такая поездка кажется вам непосильной, то вот вам компактная альтернатива. Чтобы добраться из столицы в Коралле, вам понадобится минут так эдак пять. Та-дам. А вот вы знали, что в двух километрах от черты города находится полноценный термальный комплекс? Нет? Вот и я раньше не знала. А ведь в самой Софии и в окрестностях более 40 термальных источников. Поэтому следующий минеральный курорт, который мы разберем в видео, это София. При желании в Коралле можно приехать поплавать буквально в обеденный перерыв рабочего дня. А что, сидишь такой в офисе зимой, скучаешь, глядя в окно на завывающую метель. А потом, бац, схватила купальник и махнула в бассейн под открытым небом. В общем, не смогла я удержаться от любопытства, а потому приехала в Коралле с визитом. Пора бы нам и здесь уже искупаться. Расположен комплекс в селе Пончарова, который фактически считается пригородным кварталом столицы. Добраться сюда проще всего на авто. А помимо машины можно также воспользоваться автобусом. На общественном транспорте дорога займет около получаса. Подойдут такие автобусы, как первый, третий и четвертый. Ссылку на сайт оставлю в описании. Одной из достопримечательностей региона является протекающая здесь горная речка Искыр и образованная ее водами красивое озеро Панчерева. Именно на его берегах и был возведен термальный комплекс Коралле. На территории находятся два теплых минеральных бассейна, каменный грот, детская площадка, пул-бар, спа, тренажерный зал и открытая зона с шезлонгами и душевыми. Правда, последняя будет актуальна только в том случае, если вы прибыли в Коралле летом. Меня же судьба занесла сюда зимой, а потому не будем топтаться у входа и скорее прыгаем внутрь. В середине комплекса туристу разгуляться особо негде. Массажная зона, несколько тренажеров, да пару саун. Правда, банька здесь, как оказалось, электрическая и включают ее только по запросу и за отдельную оплату. Ждать два часа мне не хотелось, а потому пришлось довольствоваться тайским массажем. И вот тут придраться особо не к чему. Все было на уровне. То, что нужно уставшему человеку после долгой дороги. Ну а я пока здесь расслаблялась, дети уже успели опробовать основной бассейн. Водичка термальная, лечебная. Купаться можно круглый год, независимо от погодных условий. Должна признать, что достаточно странное ощущение плавать в воде, когда снаружи минус 15. Ты тут в купальнике, расслабляешься. А подружка в двух метрах вынуждена котаться в зимнюю одежду и шапочку. Открытое пространство и близость реки дают о себе знать. Ветер пробирает просто до костей. За пределами бассейна сильно не разгуляешься. В самом источнике вода имеет температуру 47 градусов по Цельсию. Но для бассейна ее немного охлаждают, примерно до 30. Вода характеризуется как слабоминерализованная, гидрокарбонатная и кальциево-магниевая. Малый бассейн открыт только летом. Большой же доступен круглый год. Главная его изюминка – так называемая пещера. В реальности это просто подводный проход под мостом между двумя бассейнами. Отличное место для романтики или для того, чтобы укрыться от налетевшего дождика. Состав воды достаточно насыщенный. Если кому интересно, то можете поставить на паузу и заняться изучением вот этой таблицы. Целебные свойства воды помогают при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервных заболеваниях и кожных проблемах. Посещение рекомендовано до двух часов, после чего организму положено отдохнуть. Только вот зимой, по сути, отдыхать тут негде. Помимо бассейна заняться фактически нечем. Да, есть еще пулбар. Вот только ассортимент подкачал. Стандартные газировки, чай да горячий глинтвейн. Подогревает его, подозреваю, вода самого источника. В общем, в зимний период корали – это отдых явно не на целый день. Если сравнить с котватой, то это, конечно же, минус. Маленькая территория компенсируется невысокой ценой. В будний день посещение обойдется вам всего 7,5 евро. Выходные не намного дороже. В качестве итогов могу лишь повторить то, с чего и начало это видео. В Болгарии действительно очень много различных термальных источников, а потому больниологический отдых в стране однозначно заслуживает вашего внимания. Если хотите поправить здоровье, то планируйте отпуск в крупном модельном комплексе и заранее записывайтесь на лечебную терапию. Если же просто хотите немного расслабиться и покупаться в теплой минеральной водичке, то отправляйтесь в один из тех комплексов, что я вам показала. Выбрать между ними несложно. Времени много? Тогда однозначно отправляйтесь к вату. Если же у вас есть всего лишь пару часиков, то приезжайте в коралле. Водичка здесь отменная. Ну, а на этом у меня... До новых встреч! Водичка Водичка Горячая Водичка 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 Вот, няня, вот, с инвестиционной выходишь А где? Да плевать вообще